Всем привет, с вами Надбар, и я приветствую вас в игре Life is Feudal Forest Village. Это уже пятая серия, наш город неуклонно развивается. Уже 17 взрослых человек, 1 подросток и 6 детей. Скоро они пойдут в школу, в комментариях написали, что почему-то не все дети идут в школу. Проверим, пока что один из одного подростков учится в школе, увидим, так ли это, действительно ли не все, 6 детей пойдут в школу, мне кажется все. Но это не точно. У меня, по-моему, засажена здесь до сих пор трава. Это уже третий год подряд я сажу траву, потому что картошки я настолько много насобирал, что она просто не кончается, ее бесконечно, по-моему. Стоит рядом 2 амбара, но мне рекомендовали построить караван, и якобы он поровну распределяет между амбарами ресурсы. Он здоровый, смотрите какой. Но ресурсов на него хватает. Ресурсов на него хватает, но дерево, да, но дерево мы сейчас добудем. Как раз недавно поставили здесь домик лесника, который никто не достраивает почему-то. А ну, пошли достроить. Вот так. Назначили двух строителей туда. Сейчас они потаскают ресурсы и будут строить. Дождемся пока достроят, наверное, здесь пока пусть садят деревья. Назначим потом, чтобы здесь строили. Так, давайте перемотку времени, x10, потому что время не ждет, нужно как можно скорее все это получить. Так, что у нас здесь? Давайте глянем, все ли нормально работает. На поле... На поле многовато людей, нужно одного человека убрать с поля. А теперь вопрос, а куда же одного добавить? У нас есть учитель, у нас... Наверное, сейчас достроится вот эта вот штука. И мы поставим сюда его работать. А до тех пор, вот здесь можно пособирать ресурсов немножко по территории, вот пусть собирают. У нас целых три человека есть, которым просто нечего делать, кроме того, что собирать. И есть. Достроили. Ставим сразу два дополнительных человека сюда. Пусть работают. А двоих снимаем. Хотя мне тоже написали, что вот эти строители, они автоматически становятся разнорабочими, если им нечего делать. Так что пусть будут разнорабочими, пусть прокладывают тропинки, достраивают. У меня тут наверняка полно мест с недостроенными тропинками, которые хотелось бы получить. Но здесь вроде бы уже все... Хотя нет. Нет, да, вот здесь построено уже. Здесь нормально все. Так, ну, по-моему, теперь можно уже строить. Стоило караванов, теперь на него всего хватает. А где же оно было? Здесь, да? Нет, вот тут. Большое, да? Очень большое. И на самом деле я не уверен, а где бы его логичнее поставить. Где тут вход вообще, давайте глянем. Не здесь. Наверное, вот этот вход, да, в него. И обратите внимание, насколько он требователен к ровности поверхности. Но мы можем его или так поставить, чтобы здесь был вход. Или так. Я бы, наверное, хотел все-таки вот так поставить, чтобы к главной дороге он выходил. Но теперь всю эту землю нужно выровнять. Как раз, вот смотрите, он ровно становится, да, между двумя тропинками. И здесь место остается отлично. Я приблизительно прикинул. Давайте размечать территорию. У нас вот есть терраформинг. Поднять или опустить уровень. Выровнять по высоте. Создать скат. Вот просто выровнять почву. Нам ничего другого не нужно. Так, аккуратно, так, чтобы не зацепить дорожку. Давайте, наверное, вот сразу всю эту территорию выровняем. Хуже не будет. Скорее всего. Так. Только, наверное, слишком сильно выравнивать тоже не стоит, да, мне кажется? В принципе, даже небольшого выравнивания его должно хватить. Или нет? Давайте попробуем. Сначала немножко, если все равно не поставится. Потом еще подровняем сильнее. Прям интересно проверить. Так у нас полно разнорабочих, полно строителей. Сейчас они с терраформингом справятся моментально. Да-да-да. Я не ставлю знахарей, потому что они уже насобирали лечебных трав, и они не кончаются. Это сумасшедшая величина. Ее слишком много. Я уже даже подумываю о том, чтобы, может быть, даже вместо вот этой травы... Кстати, скоро ее собирать надо будет. Да, скоро надо будет собирать еще такая хитрая мысль. Может быть, здесь еще один колодец поставить? Он там явно лишним не будет. Что, выровняли? Нет, еще не выровняли, но, по-моему, достаточно ровно получается. Терраформинг. Я ни разу не ставил караван, его добавили в одном из недавних обновлений. И мне не до конца понятно, как именно он работает. Смотрите, сколько кабанов. Но с едой у нас... Рыбу, кстати, смотрите, все рыбу съели. А я предлагаю сейчас поставить этот караван, а следом за ним поставить еще один домик рыбаков. Для того, чтобы разнообразить еду, потому что рыбы всю съедают. Ее не хватит. Да. То, что я и говорил, не обязательно идеально выравнивать землю, хотя бы немножко подровнять. И нормально. Так. Ну, мы можем либо в этой клетке поставить, либо в той. Проверим сначала, могу ли я здесь тропинку притянуть. Прям этот вопрос меня сильно волнует. Так, здесь не могу, могу только здесь. Ну, давайте хоть как-нибудь. Вот тогда здесь идет тропинка, здесь. Здесь. Отлично. И теперь караван. Где он тут? Вот караван. Ну да. В принципе, наверное, так и поставлю. Все, сейчас строители прибегут, начнут все это строить. Должно быть нормально. Вот почему я не хотел сильно ровнять, видите, что здесь получился? Здесь прям такой сумасшедший какой-то изгиб вышел. И теперь его придется ровнять. Ну, надеюсь, не придется. Да и здесь тоже не очень приятный. Но людям вроде бы нормально ходить, так что ладно. Не мне судить. Так, это школа, да? Возможно, если сюда что-нибудь еще влезет, что-нибудь здесь поставлю. Ну-ка глянем радиус. Нормальный радиус, пока что костра. Да, я хотел еще колодец поближе поставить к полю, чтобы они не носились туда-сюда. Кстати, вроде бы здесь должна была... Да, трава созрела. Добавляем одного работника и пусть собирают. Нам больше не надо. Так. Два раза успеем посадить. А где колодец? По-моему, где-то вот тут, да? Да, вот он, колодец. Нет, это склеп-колодец. А сюда не влезет, да? Он на дорогу становится. Давайте вот тут. По-моему, неплохое место. Тут все равно уже ничего мы не поставим. А вот колодец, по-моему, неплох. Да. Они выходят с поля сразу сюда и побежали, вместо того, чтобы вот так бегать. А вот этим нормально. Вот колодец рядом с ними есть. Так, тут рубят, да? Давайте посмотрим, не пересекаются. Не сильно пересекаются, по-моему, как раз. Я очень четко поставил, вот идет линия здесь и здесь. Да. Может быть, одно-два дерева пересекаются и все. Оу, опять подвесон из автосохранения, а? Может, на SSD игру переставить попроще станет? Но я не уверен. Здесь яблоки. Лето. Поздним летом начнем яблоки собирать. Это важный ресурс. Амбар, амбар. Я хочу сказать, что уже два амбара забиваются. Скоро третий придется ставить. Трава работают, смотрите, нормально. А здесь что? Здесь не сильно работают. Еще сено нужно принести. И камень. Не спешат они его нести, хотя людей четверо нужно на это дело. Угу. Ну ладно, пусть трудятся. Пока ничего не могу сделать. Пусть двое работают. Хоть сколько. А, и колодец без дела стоит. Ну да. Лето год пятый. Чувствую, мы еще раз успеем вырастить траву, потому что еще даже не позднее лето. Плюс двадцать восемь, это, наверное, где-то сейчас июль. Ну, мне так кажется. Позднее лето это август. Может, воспользуемся возможностью еще этого улучшим? После того, как достроится стойло караванов, чтобы много людей не напрягать, а чтобы один работал, но более эффективно. Умею я клацать, непонятно куда и попадать. По людям, по птицам, по всему. Очень медленно идет стройка, и непонятно почему. Давайте приоритет увеличим. Вот так, давайте, строите. Опять же, ни разу не строил стойло караванов. Понятия не имею, как оно работает, и какие там принципы вообще. Говорят, поровну распределяет между амбарами все ресурсы. Надеюсь, так оно и есть. Меня бы это вполне устроило. Так еще лето, и садят новую партию травы. Отлично. Отлично. А вот яблоки уже можно даже сейчас собирать, не вижу смысла дальше ждать. Тут половина созреет еще, пока они будут собираться. Добавим людей. А, некого добавлять. Ну, пусть тогда один работает. И это нормально будет. Сейчас, наверное, отсюда снимем, когда они все посадят. Одного человека. И отправим его вон туда собирать яблоки. А кроме яблок мы ничего пока не можем садить, потому что нужно строить порт. Ой, столько у меня мыслей. Я и рыбу хотел поставить. И хотел и улучшить вот ту штуку. И прям много мыслей разных. Так, вот тут где-то, да, нужно, чтобы был. Давайте посмотрим. Вот тут как раз можно по вот этой вещи ориентироваться. Да, вот где-то здесь, я думаю, можно поставить еще один рыбацкий домик. Потому что одного уже мало. Давайте его немножко повернем, так, чтобы он стоял перпендикулярно берегу. У меня спрашивали, как вертеть в произвольном порядке. Нажимаете и держите R. Достаточно просто. Вот так. Ну что? Во, уже нормально, все ресурсы принесли, пошло строительство. То, чего я ждал. Сейчас по очереди будем включать-выключать лесорубов. Как раз вот эти, по-моему, все дорубили уже. Давайте этих выключим, а этих включим. И будет у нас постоянный приток дерева. Даже людей не буду оттуда снимать, пусть четверо все занимаются. Так отсюда я хотел снять человека, сюда поставить. Да. Собирайте. Стоило каравана. Не хватает у нас немножко людей, конечно, чтобы и построить все. А вот смотрите. Немножко подросли дети. И все трое учатся в школе. Абсолютно никаких проблем у них с этим нет. Все трое. Я уверен, когда еще четверо подрастет, будет семер. Ну, увидим. Увидим. Быстро строят, смотрите, уже почти все. Потом они к колодцу приступят или же к рыбацкому доме. А вот, смотрите, даже рыбацкий домик уже строят полным ходом. Вот вход, да, я сразу бы тропинку разметил. Это, правда, не сильно важно. Но поскольку бегать им придется... Ой-ой-ой, как далеко. А ну, мы попадем сразу в ту. Я хочу вот тут прямую такую сделать. А что, здесь мешает что-то? Ну, пусть мешает, ладно. Вот так вот. А здесь... Наверное, здесь уже стоит дом. Поэтому вот так. Ну, нормально, прямая датка идет. Прям четко вышла. Или не прям... Или не прямая. Я что, криво поставил? Так. Можно отменить, интересно, постройку дорожки? Или нельзя? Знаете, наверное, постройку дорожки нельзя отменить. Ладно уже. Пусть будет так. Ничего не поделаешь. Вообще странно, на самом деле, немного. Может быть, здесь отмена? А, вот, да, есть. Вы, наверное, там уже немножко заволновали, что что-то я путаюсь так. Убираем. Это пока что не надо. Удобно, кстати, в принципе. Провел и убрал, да. То я как-то недооценил разработчиков. А, вот отсюда надо везти. А почему? А, ну да, здесь же я ничего не могу убрать. Вот. Надо немного медленнее. Смотрите, тут, кстати, мостики еще можно строить. Потом построим какой-нибудь мост. Так, вот, нормально теперь получается. Хочу ровную такую дорогу проделать. Тут еще убрать. Вот так, да. И сразу к рыбацкому домику напрямую. Ну, все равно тут изгиб получается, но это уже не принципиально. Вот так. Вот, по-моему, отлично. Пусть строят, теперь тут прямая такая идет. Вот этого я и хотел добиться. Что здесь? Стоило каравана. В него еще и кого-то нужно назначать. Смотрите. Перевезти одного мула в другие. Только не говорите мне, что сейчас кто-то может прийти и загрызть мула. Потому что это будет означать, что я здесь должен построить домик охотника. Чтобы он охранял этого мула. Вот это нежданчик. Создать новый маршрут. Стоило караванов. То есть я вручную должен, да, перевозить? Еда. То есть перейти к хранилищу? То есть типа еда перевозится прям вся? Или как это понимать? Блин, сложно они сделали, а? Материалы, еда. Все. Реально сложно как-то сделали. Вообще бред какой-то. Мне, кстати, подсказали, здесь можно уменьшать количество вещей, которые добываются. Давайте им запретим носить дальше шкуры. Потому что шкур и так много, они только лишнее место в амбаре забивают. Далее, чего нам еще много не нужно? Да пока что, наверное, все остальное нужно. А, еда идет отдельно, я смотрю вообще пища, да? Пища и все, 14 тысяч. Ну, хорошо. Это меня устроит вполне. Но нужно человек еще назначить. Вот лиса еще идет. Да все, по-моему, труба. Сейчас, мол, убурит. Придется сносить здание и строить новое. Так, вот ты. Охотница как раз, да? Так. Активируем один. Включаем и бежим шифтом. Как ее убить? Есть, убили лису, теперь волка надо убить. Беги, 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 беги. На. Как? Фух. А ну, мул остался, жив. Где мул? Не говорите мне, что я не успел. Я успел. Но надо срочно охотника тут ставить. Так, люди какие-то ходят, да? Нормально. Вроде бы животных немного перебили. Где охотника бы поставить? Давайте посмотрим. Так, домик охотника нельзя построить здесь. Почему? Что тебе мешает? Немножко неровная земля. Да, да, ему тут все подряд мешает. Ладно. Где бы можно было поставить? Где у нас тут тропинка идет? Тут можно ее провести? Да, смотрите, здесь можно тропинку провести. Это очень хорошо. А тут пусть будет тропинка. И сейчас я прямо здесь поставлю домик охотника. Что, тебе землю что ли выровнять надо? Во, нормально, да? И приоритет максимальный. И поставлю сюда охотников. Конечно, прикол с мулом. Еле спас его. Вы видели? Животные прямо к нему шли. Еще бы секунда, и все. И труба мулу. Я надеюсь, что пока человек на нем работает, он типа бессмертный. То есть он пока тут в стойле, да, он там ничего не делает. А как вообще их размножить-то? Или они сами размножаются? Мулы. Где взять еще? Вот у меня один из пяти, да? А где еще взять? Сложно. Возможно, сами размножаются. Но это не точно. Это совсем не точно. Да-да-да, носить сюда. Что здесь? Поставили уже, да? Домик, рыбацкий домик. Давайте распределим между двумя рыбацкими домиками поровну рыбаков. Пусть один работает здесь, и один работает здесь. Вот так вот. То есть здесь один, и здесь один. И получается два рыбака у нас всего есть. Отлично. Здесь один, и здесь... А, ну да, все правильно. Здесь один максимум, здесь один максимум, и всего два. Отлично. Один рыбак работает эффективнее, чем... Вернее, два рыбака... Ну, в общем, ему он быстрее будет ловить рыбу, поскольку ее будет мало. Вернее, много. Так, осень, да, уже? Собирай траву здесь. Еле успеваю, это жесть. А что здесь в саду? Здесь все собрали, убираем отсюда людей. Наверное, пока что вообще убираем, потому что, да, уже все, яблоки. Конец яблокам. Добавляем сюда человека, и погнали. Надо будет сейчас сюда срочно добавить охотника. Кстати, не пересекается ли он с этим? Немного пересекается, но это неплохо. То есть город у нас, получается, защищен будет очень хорошо. Я просто уменьшу количество охотников в одной из них, чтобы более защищенно все было. И пусть ходят, убивают, иначе... иначе дело хорошо не закончится. Так, отпустил он мула. Ну, когда два будет, будет попроще, потому что пока он один, это вообще труба полная. Я прям переживаю за него очень сильно. Во, обратно село. Не до конца понятна мне механика этой игры. Ммм... в этом плане. Так, есть охотничий домик. А теперь нужно их тоже распределить. Пусть здесь работает, наверное, только один. А здесь работает два. И всего сделаем три охотника. Вот так. Хмм... Да, сложновато. Все, один ребенок доучился, судя по всему, и выпустился. До этого было три, и пока никто еще не взрослел. А можно где-нибудь посмотреть на этого образованного ребенка? Наверное, никак нельзя, да? Ну, меня это устроит. Уже работает охотник. Даже два охотника, и это хорошо. У них, получается, большая территория здесь, здесь, и они должны охранять город в то же время. Надеюсь, не будет больше здесь никаких диких зверей заходить. Иначе накроется медным тазом мой один мул. Так, секунду, мы уже, я так понимаю, чересчур много, да, перенесли всего. Давай пока что остановись. А... Я вот прям немного не понимаю, в чем прикол? Ну, вот, типа, это ты перевез, и все, но не выравнивай это автоматически никак. Может, мод какой-нибудь есть на это, надо будет глянуть. Или, может, они дают что-нибудь еще, еду какую-то, молоко, не знаю. Мулыш, дают молоко, правильно? Пусть дают, или мясо там какое-то, ну, че-нибудь. Хм, я даже выбрать его не могу. Ну, ладно, черт с этим мулом, ничего не понятно, как он работает. Главное, что рыбаки уже стоят. Вот еще один, я сейчас гляну, и будет тут три. Спорим, тут будет три. Нет, два учащихся, наверное, еще кто-то выпустился. Ммм, ну, взрослуют потихоньку дети, а это означает, что можно еще что-нибудь построить, но, по-моему, у него какие-то планы были, да, грандиозные на что-то. Или я уже все, что хотел, поставил. Давайте, наверное, сделаем кузницу, пока у нас совсем не закончились ресурсы. По-моему, вот тут место, да, такое было. Небольшой уголок, да. Тут, по-моему, место для кузницы как раз есть. Опять же, непонятно, где вход. Вот, наверное, так, да? Вот вход. Ну, пожалуй, я думаю, что вот так будет правильно. Проверим, можно ли здесь протянуть что-нибудь. Да, отлично. Много тропинок, это неплохо. Ну, тут нет соединения, но это ничего. Так, не, вот это не надо. Это я случайно сделал. Хм, странно, показалось, что здесь дорожка есть. В кузнице будут делать инструменты, но, наверное, до этого еще рановато. Может, я поспешил сильно. Но у нас уже почти все есть. У нас есть школа, у нас есть лавка лекаря. Вернее, нет. У нас есть шалаш знахаря, а вот лекаря у нас как раз-таки и нет. Но, насколько я помню, то эта постройка особо ничего не дает. Тут есть какая-то подсказка, что это такое? Нет, пока что подсказки нет. Вот интересно, что склеп дает. Кто знает, что дает склеп? Если вы знаете, напишите. Чем он лучше костра? Пивас тоже пока что не нужен. Я считаю, что все-таки важно пока что идти по кузнице, по ткацкой мастерской, по плавильне. Это более важные вещи. Вспомнил, что я хотел домик дровосеку улучшить. Так, снимаем отсюда. Уже похолодало. Температура минусовая. Снимаем отсюда людей. Ставим сюда кого-нибудь. Что у нас по деревьям? Здесь еще можно рубить. Здесь пусть еще садят. Рыбу ловят. каменоломня. Так, простаивает, простаивает. Да, сейчас людей пустим работать по каменоломням. А чего у нас мало? У нас мало глины. Вот поставим двух глинодобытчиков. Поставим еще по одному сюда. А что у нас строится? Что-то строится, не знаю что. И все. Получается. Не так уж и много у нас людей. Я думал больше. Ну, я надеюсь, сейчас повзрослеют, и нормальное дело пойдет. Хотелось бы очень, конечно, еще вот это улучшить. Может быть... Я вот думаю, в принципе, достаточно много требуется и ресурсов. Долго они носить будут. Ладно, в следующем году улучшим. Не успевает этот один человек восстанавливать полностью все дрова. Наверное, двоих стоит назначить. А отсюда пока что снимем, наверное, одного. Вот так. И поставим колоть дрова. Потому что не успеваем мы их наколоть быстрее, чем они кончаются. Люди будут замерзать. Это плохо. Не очень много мяса, не очень много рыбы, зато много фруктов и овощей. Плохо, что мясо, малые рыбы. Надо бы дождаться, пока повзрослеют все-таки вот эти подростки, и назначить их рыбу ловить. Пусть будет по два рыбака, ну и, наверное, по два охотника. Тут я пока два поставил, чтобы они охранили город, чтобы не забегали дикие животные вот сюда. Я даже, знаете, что сделаю? Проложу тропинку прямо вот здесь, за знахарем. Прокладывается? Нет, ничего не понятно. Вроде прокладывается, но не видно. Зимой сложно ориентироваться. Зато мула хорошо видно. Все, в плюс пошли, это хорошо. Очень много у нас сена. Наверное, в этом году я, знаете, что посажу лен. Потому что из льна я планирую делать одежду. Овощей у нас только прибавляется. Овощей просто прибавляется, их собирают собиратели. Можно еще пшеницу посадить, чтобы делать из нее хлеб в будущем. Или же сделать лен. Хороший вопрос. Овес... Кстати, а у нас вот эта вот тварь не питается овсом? Нет, его как было, триста так и осталось. Значит так, у нас на выбор есть пшеница, вес и лен. Давайте лен, наверное, посадим. Окей. И поставлю я потом ткатскую мастерскую после кузницы. Можно даже перед этим место для нее прикинуть. Так. В принципе, смотрите, ресурсов хватает. У нас очень много ресурсов. Как-то прям хорошо идем. Где бы, где бы, где бы поставить? Можно вот тут, поближе к вот этим всяким складам поставить. Можно поставить вот где-то здесь. Ну или здесь, уже дальше от города. Или можно вот тут, кстати, тоже недалеко от города получается. Да, думаю, наверное, здесь, потому что город я хочу дальше сюда развивать. А он будет на склад тягать, а люди уже со склада. Нормально будет. Даже не нормально, по-моему, это самое лучшее место. Вот тут я тропинку дальше протяну потом, когда будет видно, где ее буду протягивать. Во, нормально, смотрите, когда рыбаков разнес, несмотря на то, что их работает двое, они нормально в плюс дают нам рыбы. Или это потому, что люди другую еду начали есть? Сложно, непонятно. Почему никто не взрослеет? Смотрите, просто они все в детей, в подростков перерастают, подростки из школы выпускаются, но при этом не взрослеют. Странно. Да, там кто-то писал, что не все дети учатся. Они все учатся, но они выпускаются и остаются подростками еще какой-то период времени. Поэтому кажется, что вот этот, ну, вернее, не кажется, эта цифра не будет совпадать никогда с вот той, что здесь написано. А где-то есть статистика города? Так, выберите территорию, миникарта, пределы добычи ресурсов, профессии. Не то. Уведомления не то. Но, видимо, нет никакой статистики. Может, здесь модификация настройки? Нет, тоже ничего. Все еще зима. Ну, как-то достаточно стабильно переживаем мы. Все зимы фруктов накопилось невероятно много. Ну, все-таки, да, я понял смысл, в чем каравана. Мы распределили поровну ресурсы плюс-минус еду, да? То есть здесь немного есть, здесь немного есть. И это хорошо. Тем более, что у нас в основном ресурсы носятся в этот, а мы перетащили сюда. Так что все правильно. Оп, дерево свалилось, да? Угу. Давайте, наверное, вот этих отключим теперь, а вот тех включим. Или еще рано. Не, пусть еще рубят. Странно, я вроде шкуры выключил, а они все равно их копают. Непонятно. Ну, будет у нас ткацкая мастерская. Хотя нет, шкуры уже на теплую одежду идут. А теплая одежда, она уже, когда мы овец будем ставить. Это не скоро, это сложно очень. Так, у нас два строителя бездельники. Нужно куда-нибудь приставить еще одного человека. Давайте на камень его поставим. Камня почему-то очень мало. Ребенок вырос. И, по идее, все, у нас семеро подростков. Скоро они все повзрослеют. Вернее, некоторые из них повзрослеют. У нас уже готова кузница. На нее будет уходить... А, нам еще плавильню нужно поставить. Вот оно как. Чугуна у нас ноль. А чугун делается, я так понимаю, из... Чего-то там. Плавильня, вот она. Слушайте, много всего нужно сделать. И, оказывается, ткацкую мастерскую я еще не смогу, наверное, в этом году сделать. Но мне ничего другого не надо. Может, еще картошки. Ну и картошка не нужна. Не знаю. Все настолько хорошо идет, что и ставить-то нечего. Ну вот поставлю сейчас сплавильню. Тоже где-то здесь поближе. Чтобы нормально дрова они забирали, наверное, вот тут поставлю хорошее место. На прямой они не тащат. Они тащат сначала на склад, а потом со склада уже куда-то в другое место. Блин, не люблю зиму в этой игре, потому что ничего не видно абсолютно. Хочется поставить. И не видно. Можно только по сетке ориентироваться, плюс-минус, и все. Вот так, да? Ну и опять же, где вход? Логично, наверное, что... Да, в общем, там никаких у меня догадок нет. Вход может быть где угодно. Наверное, не принципиально, да? Они с любой стороны подойдут, тут забора нет никакого. Пусть строят. Ну, взрослеете уже, сколько можно оставаться, а? В подростках. Кстати, сколько? 25 человек, да, теперь у нас? 25. Здесь пятеро. И еще 4 умножить на 5. То есть 25, да, все? То есть у нас, получается, все дома заняты. А это означает, что, наверное, придется еще и дом построить для того, чтобы немножко расшириться. Наверное, дальше будем строить обычные дома. Без всяких там приколов. Начнем с того, что улучшим этот. Вернее, построим новый и улучшим вот этот. Да. Сначала новый, потом улучшим. Лачуга. Лачуги неплохо строить, потому что люди в них не так быстро размножаются. В этой игре очень опасно делать так, чтобы люди быстро размножались. Мне игра, оказывается, на паузе была. Странно. Все еще зима. Лен или еще травы? Трава у нас попадает сюда, на склад. А склад у нас еще даже и приблизительно, даже и близко не забился. Но мне кажется, стоит уже сейчас делать лен, для того, чтобы потом поле лишний раз не захламлять это. У нас запас просто будет. Главное, чтобы лен сюда в амбар не попал. Если он попадет в амбар, это будет проблема. Тогда я сразу отменю. Живой еще. Мул. А как его, вот, как их увеличить количество? Ну, они просто ж не работают. Поставить еще один караван и перевезти оттуда мул, а потом разобрать? Это будет странно очень. Очень странно. Что тут по плавильне? Но в плавильне вроде бы точно дрова используют. Если мы поставим плавильню, то тогда у нас дрова будут расходоваться и на отопление, и на обогрев. Ну, вернее, и на отопление, и на плавильню. Это будет плохо. Смотрю, мясо быстро едят. Надо, наверное, убрать одного глинодобытчика, поставить еще одного охотника вот сюда. Вот так. Потому что мясо уходит быстро, и если оно закончится, то прекратится разнообразие по еде. И это будет очень-очень плохо. Кстати, в этом году яблок не будет. В этом году не будет яблок, но у нас их насобиралось пять тысяч. Зачем нам больше? Поздняя зима. Отлично. Почти пережили еще одну зиму. Что, уже поставили плавильню? Давайте. Ага, повзрослел один как раз у нас ребенок. Давайте ставим его сюда. Чугун делать. Он получается... Ага, он не то, что он использует уголь древесный. А для древесного угля нам надо... Угольную печь. Вы посмотрите, а. Хорошо. Тогда вот тут мы проложим тропинку сейчас. Вот здесь. И вот тут еще одно. И здесь у нас будет прям в ряд идти и плавильни там, и всякие че... Вот все, что им нужно, все будет идти. Вот здесь еще сделаем им тоже. Пусть вокруг каждой постройки будет тропинка. Это, мне кажется, полезно. Это неплохо так делать. Можно, конечно, впритык все застраивать, но, мне кажется, не стоит. Пусть лучше больше проходов будут, быстрее будут добираться потом из одного места в другое. Тут, конечно, не главная улица, но мало ли. Так, и что там нам нужно сделать? Угольную, да, штуку какую-то. Домик плотника. Угольная печь. Наверное, угольную печь. Странно, что она еще не по порядку идет. Можно запутаться легко. Прям обидно немного, что ли? Принесли железо, да, а угля нет. Причем нам, наверное, нужно даже его вот так заблокировать, чтобы люди его не хватали. Чтобы его несли только сюда, но я не уверен, что это работает. Ладно, пусть, в общем, несут. Что-нибудь делают. Отлично. Наступила весна. Будем садить лен. Будем садить яблоки. Но на этом я буду заканчивать. Оставлю вам возможность возразить, пока я не начал его садить. Можете писать в комментариях, нет, ты не прав, надо садить вместо льна какую-нибудь пшеницу или там картофель или еще, или траву дальше нужно садить. У вас будет такая возможность, я обязательно прочитаю то, что вы думаете. А на этом спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео и увидимся в следующей серии.